здравствуйте дорогие друзья фильме геология с точки зрения истории мы начали разговор о том что от группы альтернативных исследователей в адрес официальных ученых геоморфологов было послано обращение если вы по каким-то причинам не видели этого фильма то предлагаю сначала посмотреть именно его чтобы войти в курс дела в описании под фильмом есть ссылка номер один на текст самого обращения и приложение к нему ссылка номер 2 в этих документах подробно излагаются наши вопросы к официальным ученым а также доводы и факты если говорить в двух словах то суть этого обращения сводится к тому что накопилось очень много фактов которые благодаря интернету известных широкой общественности а потому не эти факты не вопросы которые не вызывают игнорировать уже просто невозможно альтернативных исследователей нередко возникает ощущение что официальная наука упорно не желает видеть многие факты и рассматривать аргументы которые ставят под сомнение академическую картину мира но прямой и честный разговор на официальном уровне между представителями альтернативных взглядов и академическими учеными явление крайне редкое если не сказать практически отсутствующие в июле 2023 года группа альтернативщиков направила в адрес 37 пленума геоморфологической комиссии российской академии наук обращение геоморфологом и приложение к нему на нашем телеграм-канале подробно освещался ход подачи обращения и все последующие события с ним связаны в силу различных причин многие вещи до ютуба просто не доходят и выкладываются только в телеграме и вк чтобы нам не потеряться столь активно меняющимся мире подписывайтесь на наши площадки на других платформах так вот осенью 2023 года на сентябрьском пленуме геоморфологической комиссии наше обращение было рассмотрено и был дан письменный ответ за подписью двух профессоров андрея владимировича бредихина и сергея ивановича балысова на вашем экране текст ответа официальных ученых обязательно поставьте на паузу и прочитайте его внимательно текст ответа можно скачать в прикрепленных материалах по ссылке номер 3 в описании или прочитать статье константина захарова на сайте tartare info ссылка номер 4 в описании подчеркиваю прочитайте этот ответ сами дабы наши дальнейшие утверждения не выглядели субъективными фотографии всех документов упомянутых сегодня будут в конце фильма помимо письменного ответа на наше обращение в итоговом решении пленума геоморфологической комиссии российской академии наук на третьей странице нашему вопросу уделяется довольно много внимания и даже учитывая специфику ответа это все же можно считать достижением ибо как говорится главное начать создан сам прецедент общение альтернативных исследователей и официальных ученых на их официальной площадке хотя весомого результата пока не видно сам факт общения уже является историческим событием который невозможно взять и отменить в дальнейшем при общении других альтернативных исследователей с другими официальными учеными можно будет упоминать уже этот факт во избежание игнорирования их обращения и так текст самого ответа и итогового решения можно прочитать прикрепленных материалов по ссылке номер три в описании если говорить о сути ответа на наше обращение то на наш взгляд официальные ученые вроде как ответили по делу но как-то не конкретно и уклончиво вот цитата из ответа настоящее геологическое время десятки и сотни тысяч лет и конечно в более ранние геологические эпохи на земле произошло немало крупных природных катастроф в том числе геологических и связанных с ними геоморфологических некоторые из которых охватывали и всю поверхность земли и они установлены сразу возникает вопрос какие установленные катастрофы охватывали всю поверхность земли почему не были даны ссылки на научные работы при этом друзья обратите внимание в ответе делается упор на локальные катастрофы пусть даже с охватом значительных территорий а как насчет глобальной катастрофы датировка которой не может быть отнесена в прошлое более чем на 500 лет ведь именно ее и имеют в виду многие альтернативщики под словом потоп что с этой катастрофой вы ее рассматриваете в каких-либо научных работах или же это табуированная тема или ничего не было или это другое а как насчет недавнего несколько сотен лет назад затопление территории оральского моря в какой научной работе по геологии оно описано геологи вообще в курсе что на дне высохшего оральского моря обнаружено поселение материальная культура в которых была весьма развита найдены изделия черной цветной металлургии старые учебники по геологии какой возраст давали этому водоему десятки сотни тысяч лет а по казалось несколько сотен лет и еще цитата из ответа в последнее время прошла целая серия выступлений наших специалистов средствах массовой информации пресса телевидения сетевые издания на тему катастрофические процессы причины механизмы последствия и прогнозы землетрясений цунами оползни сели наводнений и прочего странно но авторы ответа так и не увидели что в нашем обращении геоморфологом мы четко фиксируем что научное сообщество признает лишь локальные и региональные катастрофы землетрясения цунами оползни сели наводнения что и видим их ответе а наш запрос был про глобальную катастрофу в недавнем прошлом ответ замят следующая цитата из ответа нам предоставляется что геоморфологии достаточно давно признано что в разных ситуациях проявлялись и эволюционные и революционные процессы рельефа образования в этой части ответа мы снова видим что термин революционные процессы в кавычках в геологии уводит внимание от того факта что катастрофические события могут иметь принципиально разный масштаб но локальные их проявления землетрясение извержение вулканов наводнения быстрое движение ледника и для местных и для глобальных катастроф будут выглядеть одинаково и если геоморфологи будут смотреть на следы революционных процессов только в рамках одного региона то они не смогут собрать полную картину указывающий на планетарный масштаб катастрофических событий не смогут связать воедино множественные проявления одного большого процесса на что и было указано в нашем обращении а может дело все-таки в том что для официальных ученых исследование недавнего общепланетарного катаклизма находится в области запретных тем как думаете друзья наши общие впечатления по ответу официальные ученые заняли выжидательную позицию чтобы если политическая конъюнктура изменится то они как бы и никогда ничего не скрывали а более того даже всегда об этом говорили при этом очень грамотно и аккуратно переводит тему глобального катаклизма в локальные катастрофы то есть подменяют предмет обсуждения очень умно и спорить не будем и подтверждать не торопимся но в целом если судить только по переписке непосредственно с самими учеными то реакция академической науки крайне негативная за редким исключением идут только общие слова смысл которых обесценивание альтернативщиков и всего что не связано с официальной наукой тем не менее в переписке с официальными учеными часто были видны признаки того что они или знают о прошедшей недавно глобальной катастрофе или близки к тому чтобы о ней узнать вот судите сами зачитаю вам всего лишь одно письмо пишет кандидат геолога минералогических наук старший научный сотрудник института геологии уфимского федерального исследовательского центра российской академии наук и купов рустем раулевич благодарю за интересный подбор фотографий вопросы заданные вами лучше не к пленному геоморфологов адресовывать рекомендовал бы пообщаться с геологами напрямую принцип актуализма говорит о неизменности физических и химических законов по которым формируется вещественная история земли однако у него есть ряд ограничений в докембрии атмосфера была бескислородной и это позволяло образовывать месторождение полезных ископаемых невозможных в наше время когда катионы окисляются практически мгновенно также оговорки касаются и других аспектов законы не менялись но скорость вращения земли и расстояние до луны непрерывно меняется это приводит к разумному ограничению принципа актуализма но песчаники и оловые отложения и формирование русловых отложений не меняется часть изображений интерпретируется как выплескивание воды подобные геологические процессы происходили в прошлом например при крупных импактных событиях когда океанические воды забрасывались вглубь континента геологи определяют это событие благодаря нахождению многих фактов включающих геохимические и палеонтологические ссылка номер 6 в описании однако выделенные вами по спутниковым снимкам следы не могут читаться однозначно как результат горизонтальных сил именно в водной среде есть более простые объяснения и и оловое происхождение подтверждается литологически по форме и расположению гряд литологически по составу и степени аккантности песчаного материала и по многим другим факторам в аридном климате основным агентом переноса являются атмосферные явления и они хорошо изучены одних интерпретаций космоснимков недостаточно геологи давно взяли на вооружение дистанционные методы и используют их в обязательном порядке при картировании по ледникам не обязательно сползание с гипсометрически более высоких точек вы судите по горным ледникам однако существуют достаточно хорошо изученные покровные ледники антарктида например где горизонтальное перемещение обуславливается температурным режимом и физическим давлением центральной более плотной массы на периферийной участке возникают горизонтальные движения за счет которых сейчас формируются айсберги а раньше во время великих оледенений создавались такие формы рельефа которые вы используете в качестве иллюстрации возможно ваших примерах и есть интересные факты которые требуют дополнительного изучения на местах надеюсь что мой ответ будет воспринят позитивно подпись конец письма также хочу показать вам еще четыре письма из переписки с официальными учеными здесь уже читайте сами а прочитать всю переписку вы можете перейдя по ссылке номер пять в описании и так пишет профессор сергей иванович балысов следующее пишет андрей кожурин следующие пишет евгений колбовский и еще одно пишет заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета московского государственного университета имени ломоносова кислов повторюсь прочитать всю переписку с официальными учеными вы можете перейдя по ссылке номер пять в описании очень рекомендую а теперь позвольте кое-что прояснить команда канала неофициальная история придерживается версии что потопа в виде переливной волны через континенты не было от слова совсем были локальные проявления одного большого катаклизма где-то в виде наводнений где-то сели где-то цунами подробное объяснение что могло быть а чего не могло быть в принципе с расчетами примерами мы приводим фильме был ли потоп и причем тут кислотные дожди это ссылка номер семь в нем мы подробно объясняем свою точку зрения по этому вопросу в этом плане у нас константином захаровым диаметрально противоположные точки зрения и еще не так далеко то время когда мы с ним дискутировали по этому вопросу однако наличие различных мнений и версий у разных альтернативных исследователей вовсе не мешает нам совместно подавать обращение к официальным ученым ибо основы у нас одни мы пытаемся разобраться в механизме катаклизма прошлого если кто не знал это называется совместная работа поэтому любые утверждения что они официальная история была против потопа а потом якобы переобулась на ходу все эти утверждения сразу летят в мусорную корзину если вы еще не видели фильма был ли потоп и причем тут кислотных дожди то очень рекомендую найти 20 минут и посмотреть его спустя несколько лет после выхода этого фильма мы только еще больше укрепились во мнении что потопа в привычном его толкование виде переливной волны через континенты не было если же вам удобнее читать то предлагаю к прочтению документ под названием особое мнение по ссылке номер 8 в нем в общих чертах излагается наше видение того почему потопа виде переливной волны через континенты быть не могло парольный архив вы сейчас видите на экране он был специально установлен чтобы раньше срока никто его не открыл друзья вот таким загруженным документами получился сегодняшний выпуск читайте анализируйте сами делайте выводы и при этом помните что лед тронулся и мир уже никогда не будет прежним а я на этом с вами не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за внимание всего вам доброго до скорых встреч наша служба и опасно и трудно и на первый взгляд как будто не видна если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет значит с ними нам вести незримый бой так назначена судьбой для нас с тобой служба служба дни и ночи